А дождь гасит свет, забывай про покой, и голос в темноте зовёт, словно живой. Ослиная какая-то уже совсем. Если мне первые три раза, когда её жопу показали, и она нравилась, то сейчас я что-то пригляделся и понимаю, что у неё что-то совсем, блядь, аномально. Да, и мы, конечно же, помним, что она западает на коцаных мужиков. Ну и, блядь, и озвучили её. Ха! Ну да. Я даже не представляю, что актёр озвучки, блядь, в этот момент думает, когда произносит и издаёт все эти звуки. Мне кажется, для пущей убедительности надо было актрисе вручить мешок цемента и заставить его переворачивать. Эйтен, ты слышишь меня? Блядь, ну не бывает так в жизни, чтобы, нахуй, незнакомых людей... Да ёбаный в рот. Ну так потому, что апсифилисную проволоку поцарапался. У тебя ожоги на груди? Я тушил пожар, блядь. Придётся тебя раздеть и раны продезинфицировать. Дой-ка я, блядь, на него залезу, пока он... Без сознания. В бреду, так сказать. Займёмся бредовым сексом. Ну то я девка-то вроде стройная, но чё-то, блядь, женихи в очереди не стоят. В моей-то 38. Оу, еба. Тебя чё, молния ударила, чувак? Я вроде осторожненько лазил. Ой, а если бы я пролез ни разу не задев? Всё равно бы его уебинило. Да, ещё у неё пипись какая-то вялая, надо бы её тоже взбодрить, блядь. Так, ну где птичка? Я помню. О, в этот раз она не спрашивает, что взять. Сама запомнила, смотри. Так, нам поможет доктор Мом. Потому что я больше ничего другого там не помню. Да ладно, врач не врач. Это как, я в принципе не массажистка, блядь. Но как бы чё-то умею. А, жаропонижающее. Я думаю, ему нужна мануальная... Посмотрите, она его трогает. При каждой возможности она до него дотрагивается, блядь. Какими-то ненужными движениями. Видимо, разработчик хотел привнести эротический подтекст. Блядь. Какая нахуй разница? Машу, да и всё. Да ёбаный врод, чё ж ты нахуй неженка-то такая? Буду осторожней. Как по стеклу побитому лазить, так первый, блядь. Как ранки помазать, так... Мама щипет, блядь. Мама, подуй. Пиздец, какие нежности. Я предлагаю обезболивать его по методу майора Пейна, блядь. Сломать ему палец. Тогда раны болеть перестанут. Мы сможем их намазать нормально, блядь. Что это за дезинфикация такая? Пасы ему на руку. Срочно. Продезинфицировала. Да схуя ли такие нежности, я, блядь, не понимаю. Объясните мне, чем это обосновано? А, ну да, любовью с первого взгляда, конечно же. А может ей просто, блядь, гражданство американское пиздец как нужно. Я нежно тру мужскую грудь. Как же охуенно я себя чувствую во время... Блядь, этой сцены, сука, страдай, блядь, как я страдаю. Пиздец, волосянки твои, блядь, мазать ей, охуенно. Это то, что мечтал делать в играх, блядь. Мацать мужские сиськи, блядь, волосатые. Охуенно. Ты такое, блядь, лицо сделал скорбное, чувак, что, блядь... Сука, братишка, тебе что, покушать принести? Ты какой-то, блядь, овощ. Облегчит боль. Миньетому, блядь, боль облегчит, сделаешь? Заебала. А то я могу джойстик потрясти, чтобы ты головой поводила, блядь. Хуйня какая-то. Иногда эта игра, блядь, рассчитывает... Иногда эта игра забывает, что мальчики тоже в неё, блядь, будут играть, нахуй. Может, я просто в роль сильно вживаюсь? Невозможно, блядь, я такой. Л1, что там надо? Всё. Сложим ему руки на груди, на всякий случай, вдруг помрёт. Закоченеет, потом свечку вставим, да, отпоём, блядь. Сейчас-то она что делает, нихуя не понимаю. Да у тебя, походу, в школе по УБЖ, блядь, золотая медаль была. Нарисовала на нём бинты, блядь. Он без сознания. Теперь надо ждать и надеяться, что он начнётся. Ну да, нахуй скорую вызывать. Помолимся, чтобы не подох, да и ладно. Господь поможет. Ну, а у фотографа, как обычно, дел никаких, блядь, не напланировано. Ходит тут час-два, наверное, уже всю ночь, блядь, сидит, смотрит. Сейчас нам подумают, ой, прилягу-ка рядом. В общем, намекнул, а он, глядишь, поймёт. И другого персонажа пора мне... О, что это там, я вижу, я вижу, я вижу, кто-то стоял и делал что-то руками в темноте. Как самочувствие? Хуле, блядь. Бывало и лучше. Долго я так лежал? Около трёх часов. Почему ты опять мне помогла? Ты меня даже не знаешь. Хороший вопрос. Можно подумать, у меня был выбор. Да. Не бросать же тебя. Это мой гражданский долг, сэр. Ты говорила, ты здесь из-за бессонницы. У меня... У меня довольно сложный период, вот уже несколько месяцев. Никто не пашет мою пашню. Я стараюсь, как могу, но... Это сложно. Я уже второй раз нахожу тебя полумёртвым. Ты как будто на волосок от смерти. Что происходит этому? Почему мы называем друг друга по имени? Прости, я лезу не в своё дело. Ого. Итан Николаевич, блядь. Вашего позволения. В конце концов мы его знакомы. Едва ли ты можешь мне доверять. Послушай, я благодарен тебе за помощь, но... Для твоего же блага... Лучше не задавай мне вопросов. Я бы могла помочь тебе, я... Никто мне не поможет. Ты и так много сделала. То есть, хилер в пати тебе не нужен, да? Ясно. Ну, сась, блядь, паш... Сука, я воз... Я возмущена. Я медленно ухожу. Береги себя. Я, блядь, серьёзно, я уже ушла. Смотри, моя жопа вот-вот пропадёт из кадра. Ты думаешь, тут ещё кому-то в игре такую сраку нарисовали? Ну и пошёл ты в жопу. Дегрут. Так, давай, нас ждёт следующая, блядь, пасхалка. Ну, давай, акулу. Да ёпту мать. Акула, видать, нападает. О, ящерка, как у того еврея в магазине. Готовы ли вы принести жертву ради спасения сына? 97.11 Marvel Street. А еврей, типа, даже не стал открывать эту коробочку. У него вообще только одна оригами была. Это этому насыпали. А у еврея одна была, и он, типа, не прочитал. Или, может, он не стал жертву приносить. Там жертву какую-то надо очевидить. Я не виновен, я клянусь, я не убивал. Я не замешан в этом деле. Я не убивал детей. Тогда почему ты сбежал от полицейских? Я объяснял. Ну, у меня спайсы на кармане были, блядь. Я не хочу обратно в тюрьму. Увидев копов, я струсил. Да, струсил и побежал. Показания проверены. У него алиби на три убийства. Требую анальный детектор лжи. Этот придурок так подходил. Черт! Да? А разве такие телефоны без провода? Пришла мать Шона Марса. Хочет что-то сказать. Шона Марса, Джеймса Твикса, Лоры Баунти. Что общего между этими преступлениями? Итан вернулся около трех мокрые насквозь. Я спросила, где он был. Он... Он говорил о воде, о дожде. Да ладно! Ничего ты вспомнила, блядь. Что-то... Странное во взгляде. Она решила, чтобы мужа, блядь, чекисты расстреляли. Вот да, это было чужое. Может, это случайность. Но... На следующий день в новостях сообщили о новой жертве мастера Ореган. Музыка сильно орет. Найдите сына. Умоляю вас. Хотя убавлено. Нихуя себе заставка. Будь у меня предыдущая плойка, я подумал, что диск царапанный. А сейчас-то, блядь, хули не работает. Вылетает, вернее. Некстген хуев. Прошу прощения. Я связан врачебной тайной. Ты чё, юнитолог обоссанной, попутал? Я не имею права обсуждать своих пациентов. Моё дело найти Шона Марса живым. И мне наплевать на ваши сраные клятвы. Он прав. По закону вы не имеете права молчать. Простите. Что поделаешь? Прошу вас уходить. Нихуя ему насрать на закон. Давайте похоро. ФБРовец. Вам же лучше. от вас зависит жизнь Шона Марса. Тронуть психолога, блядь. Вы угрожаете мне? Просто даю бесплатный совет, док. Лучше прислушайтесь. Лейк, довольна. Нам пора... Да ты чё? Я позвоню в полицию и пожалуюсь на ваше поведение. Доктор, не будите во мне зверя. Я всего лишь хочу спасти жизнь ребенка. Так что будьте хорошим мальчиком и расскажите нам всё. А не то я выйду из себя. Что ты делаешь? Совсем спятил. Не лезь, я тебя. Он что-то знает. И пока не расколется, я не уйду. Мы уже одного, блядь, раскололи пистолетом в голову. Давай, блядь, хоть этого живым оставим. О, ебать. Как современная психология способна справиться со вспышниками гнева? Можно по-хорошему, можно по-плохому. Выбор за вами. Ты не имеешь права бить его. Речь идёт о жизни ребенка, мать твою. Не нравится, уходи. Вот этот коп не нравится, смотрите. Он по-серьёзному, блядь. Если ты немедленно не отпустишь этого человека, я потом жалобу у тебя отстранят. Что это с тобой, Норман? Штаны наложил? Уже передумал спасать Шона Марса? Я хочу спасти Шона, не меньше, чем ты. Но не веду себя как бандит. Так что немедленно прекрати это. Понял? Итана Марса глубоко потрясла смерть старшего сына. Винит себя в его гибели. Сработало, смотри. Итог тяжёлый невроз. В кошмарах он видит мёртвые тела в воде. Вот она. Пару недель назад, после очередного сеанса, я нашёл это на полу. Врачебная тайна. Наверное, выпала из кармана. Оригами. Ебат, сосраться. Вот этот поворот. Блядь, давно такой интересной игры не было, хочу сказать. Сити Анчарт и Лары Крофт, всё, конечно, это замечательно, но, блядь, в плане сюжета, там, конечно, детский сад по сравнению с вот такой нормальной игрой. Его дом должны сторожить днём и ночью, а повезти все посты о начале поиска. Ну, сейчас ещё, короче, полиция будет за ним охотиться, за самым главным героем. Чтобы взять его, как только покажется. И будет совсем тяжко. Итан Марс и есть мастер Оригами. Да ты заебал всех обвинять мастерами Оригами. Ты дурак, блядь. Четвёртого человека сейчас, нахуй, уже пиздить или убивать начнём. Хуя полиция в натуре, блядь. ФБРовец попал во власть, блядь, вот этого хуёвого полицейского, который, блядь, тупой, нахуй. И ничего, блядь, походу, не найдёт. Вся надежда на детектива, на жирного. Этот поспокойнее, блядь. Рассудительный. Нашёл зацепочку какую-то, идиот, блядь, себе распутывает. А полицейские с ФБРовцом только въездят и пиздят всех, блядь. Без конца. Придурки, блядь. Дукалеса на них нету, ёптую мать. Слышь, гайфист, ты давай клюшкой-то об её лунку не трись тут, блядь. При всех-то, ёптую. Учитель хуев. Смотрите, Дэвид Керридайн. И в чём прикол вот этого? Чё, не дурно, что он, блядь, по шарику попал или чё? Лён там. А, в лунке. Я пробовал. С тех пор владелец поля жаждет моей крови. Занятный вид спорта. Требует силы, хладнокровие, а также меткой руки. Вид спорта, блядь. А вы не хотите попробовать? За судьбу лужайки, не беспокойтесь. По-моему, ваш Гольф тупое говно, блядь. То ли дело крикет. Или это поло. Вообще поло выбора аристократов, нахуй. Скажу я вам. Где мой кей? Какой там чёрный надо забить? А, ещё и мяч надо взять. Сейчас, блядь. Я жирный, мне нагибаться вообще тяжко. Самое главное, правильно держать клюшку. Подготовились. Удар. Слышь, бурая хуев, блядь. Клюшку он держать правильно. Я этот, бью, как Тайгер Вудс, ёптать. Тайгер Вудс я знаю по мультику Южный парк. Если чё. Хуякс. Ну что ж, первый мяч комом. Я ж всё нормально сделал. Просто главный герой обезьяны и на самом деле не умеет играть. Думаю, вы позвали меня не в гольф играть, мистер Крамер. Слышал, вы заинтересовались моим сыном. Да. Редкостный экземпляр гомункула, блядь. Я хочу знать, как именно Горди связан с делом мастера Орига. Окажется, что детектив специально поддаётся ебазарю. Распространённая хуйня. Мой сын никак не связан с этим делом. Тогда ему нечего меня опасаться. Апчхуй тебе! Не получилось его сбить с консентрацией. При всём уважении, мистер Крамер, кого подозревать, это моё личное дело. О, в этот раз попроще. Я влиятельный человек, мистер Шелби. И высоко ценю верных людей. Дэвид Кэрридейн, ты чё-то, блядь. Скорее пытаюсь объяснить, что ваших же интересов сколько будет стоить моё спокойствие. Вы меня не так поняли. Меня не купишь. Не трогайте горди, мистер Шелби. Иначе пожалеете. Удачи, мистер Крамер. Это игроку этим самым подбрасывают новых-новых подозреваемых, чтобы главный герой, знаете, не мог настроиться и сам до финала игры догадаться, кто же на самом деле, блядь, убийца. Это известный ход такой. Это как, блядь, игра престолов. Почему вы думаете, что там вот так, глава то, глава это, глава то, чтобы, блядь, человек до последнего не понимал, кто же на трон-то сядет. Вроде у всех всё хорошо, а потом хуяк одного убили, хуяк второго. Ну, конечно, всем понятно, что Дейенерис. Ну, блядь. Типа, хрен его знает, интрига. Всё-таки это игра. Вот, блядь, мне вот очень нравились первые части Пилы. Вот самая первая часть Пилы вообще, блядь, великий фильм. Ну, вторая, она уже так, ну, испытания прикольные. Вот, начиная со второй, со второй части Пила, она как бы стала менее такая интригующая, но, блядь, как бы, ну, по сути, насрать, кто злодей, но и развязки не такие интересные, а вот эти задания всякие, вот эти, которые им дают, вот они стали всё жёстче и жёстче, по-моему, по сравнению с первой частью. В первой части я что-то вообще не помню, чтобы мы какие-то квесты давали, они просто лежали. Выглядят совсем новыми, в отличие от всего остального хлама. Ни хера ты, детектив. Разбить надо, наверное, да? Блядь, ты такой слабак, что только напополам её треснул. Вот, а последняя часть Пилы, они вообще скатились в какую-то уже чернуху, какой-то кишки там, вся говно всякое, по стенам, блядь, но сюжет впал в маразм, скажем так. А здесь вот, как и ранняя часть Пилы, игра на выживание здесь. Здесь и ловушки интересные, но и сюжет тоже такой, блядь, замуденный, замудоханный. Опа! Всё-таки надо было разбивать, посмотри-ка. Опа! Теперь надо найти камин. Ну, типа, буросина, золотый ключ. Интересно, не надо ли остальные ящерицы пооткрывать? Ну, я же жму, ёб твою мать. По-моему, эту старую дверь можно было и ногой открыть, как уебенить по ней. Так, кино смотреть мы не будем, да? Здесь что, пожар был, что ли? Такое ощущение, что я, блядь, в Сайлент Хилл приехал. Чё тут такое со стенами? И главный герой такой, чё ты за хуйня? На что он смотрит? Ага. Мне айпад подарили, да? Ну, чё это? Типа, кинцо предлагают посмотреть. Ну-ка, пойдём-ка проверим, кто здесь. Смотри, Тесак. Не тот, Тесак, нож. В стене торчит. Чё это, блядь, за квартира? Микроволновка в окне, что ли? Или что это такое? Кресло. Отдохнуть, типа, можно. А это чё такое? Это выход. Пила. На полу. Ну, ничего такого, блядь, того, чтобы главного героя заинтересовало, здесь нету. Он даже, видите, не хочет в шкафчик какой-то пооткрывать, ничего не хочет смотреть. Видимо, надо всё-таки сначала посмотреть видео. Ну, просто, какое в этой квартире может быть, блядь, испытание тогда, если тут некуда пройти? Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? У вас есть пять минут на то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. Да ладно, блядь, серьёзно, что ли? В конкретном качестве вас ждёт награда. Типа, пальцем сына сделал, пальцем и спасай? Какого пальца-то указательного? А, вот, смотри, пила. Ну, чё, пилой? Я ебал бы пилой пилить, слышите. Там тесак был воткнутый в стену. Старый, ржавый. Лицо у главного героя погрустнело, блядь. И не наёбываешься же. Нет, знаете, тесаком, блядь, неинтересно. Я хочу посмотреть, как он это, блядь, будет делать. Именно пилой, блядь. Не похуй, чем это будет больно. Положи-ка, тесак, на место. Это слишком просто, я считаю. Ну, один раз размахнулся, взялся в руки и как уебенил. А, пилой? Это, наверное, потом помыть. Да-да, пальчик надо продезинфицировать. Согласен. Инфекция попадёт. У вас осталось 4 минуты, 30 секунд. Успею я, блядь, успею, нахуй. 4 минуты, а что за палочка какая-то? Отпиздить себя по пальцу, что ли? А-а-а. Прижечь, конечно. Блядь, а в этой игре нету. Сохранился, загрузился, как бы. Подожди, эту палку сейчас надо положить. Она потом нагреется. Её сейчас, она сейчас нахуй не нужна. Или чё? Топор возьми, блядь. Чё, как палку-то убрать? Я не понимаю управления этого. У вас осталось 4 минуты. А, вот, положить. Блядь. Давай-ка приступим. А, чё? А, мне все инструменты нужны, что ли? Ну, топор это халява, слышишь, нихуя. Пели, как хочешь мне, похуй. Да ладно, блядь, чувак. Ты серьёзно, что ли? Дыхательная методика, по мнению... По методу, блядь. По методу этого, как его? Малышева, блядь. Доктора Малахова, нахер. У вас осталось 3 минуты 30 секунд. Дай хотя бы минут 15. Мизинец, верный выбор. Если ты гитарист, он тебе как бы нахуй не нужен. На какой руке? На левой? На левой нужен. Почему я не вижу, блядь? Почему? Меня не показывают. Я хочу посмотреть на этот дерьма кусок. Чёрт. Так неинтересно, нахуй. Полное говно. Нихуя не смог, да? Мизинец на месте, лох, блядь. Мизинец на месте, лох. Иди возьми кусок, блядь, тогда девочкой. Бабы эпиляцию вон делают на пизде. Ничего. На пилотке. О, наш пошла. Вот это по-нашему, чувак. Ты, по-моему, всю пятерню себе отрезал, нет? А, это не та рука. А сейчас скажут, ты не перед камерой не считается. Охуярь второй тогда. Ебать, за что такая кара, нахуй? Я ебал. Чуваки, вы бы смогли так... Не, пишите в комедах, что бы вы выбрали. Ножовку, тесак или топор. Ну, ножовкой один палец, короче. А тесаком и топором надо два отрубить тогда. Ну, так как проще, как бы. Чё под столом, блядь? Подсказка под столом. Надо было всего лишь, блядь, нагнуться. А, ну да. Да, какую бы он ее нашел. Пиздец. Ну, что на это теперь скажет эта... Жопастая красотка. Вот его мусора с этим телефоном примут и пиздец. Так чё, он с головой утонул уже, всё. Хуйня дела, ничего не сделать. Восемьсот пять. Рузвельт, наверное, какой-нибудь. Рузвельт. Покажи фак в камеру. Сейчас его полиция примет, короче. Вот это будет огонь. Ну, блядь, всё-таки немножко оцензурили. Вот я бы, нахуй, не стал за кадром. Я бы показал всё-таки. Потому что, ну, в кино-то показывают, а в игре чё нельзя. А нас всё равно восемнадцать с плюсом. Тут сиськи были, блядь, уже. Поэтому, блядь, хули, чё бы и не показать-то? Или сиськи-то двенадцать с плюсом, а отрезание пальца восемнадцать, наверное. Ну да, сиськи-то хули. Кого ими сейчас удивишь-то в наш век? И чё это за хуйню вы мне показываете? Крайне широкоэкранно. Смотрите, опять негр грусти с ними. Мама-ама криминал. А тёлка-то как-то казалась, я не понимаю вообще. Она тоже? Да, ей крышка, ведь она именно ребёнок, блядь. Он её тут же утопит в дожде, блядь, да? Придурки, ёптую мать. Какая нахуй и крышка-то? Чё ей будет, дебилы, блядь? Чё надо делать-то? Я должен не вызывать подозрений у своих же главных героев? Он не будет путаться под ногами, если Марс выйдет. Итан, что стряслось? Там полиция, они за тобой, пришли тебя арестовать. Ты-то откуда знаешь, блядь? Надо найти другой выход. Чего? А может он убийца? Тебе это, блядь, в голову не пришло? Я чё-то... Блядь, я вообще не понимаю. И где он? Он уже в другом доме. В другом здании, по-моему, нет? Там чё, блядь, кирпичи? Озвучка опять, как в японской порнухе, блядь. И чё, то есть это не выход, да? Давай спрячем его куда-нибудь. Коробку. Ой, а может это тёлка мастерица оригами? Она чё-то у меня в картину сюжета вообще не вписывается сейчас. Копы и ищут. Отец потерял. А тёлка-то чё здесь делает, блядь? Комбинированный экран, конечно, прикольный, блядь. Да ёбаный, я ж трясу, блядь, пидорасина. Сейчас скажут, так, пошли, пошли, пошли. Спецназ, захват, захват. Чёрт, слишком высоко. Да ёбаный врод, давай диван подвинем. Идан, уезжай на велосипеде, блядь, короче. Больше вариков нет. Надо подвинуть, наверное. О, пиздец, случайно увидел. Так, 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 так. О, вовремя. Пизда, я не успел, короче. Чё-то они, блядь, нихуя не как спецназ, еле ходят. Ну, быстрее же, блядь, гидроцефал, нахуй. И чё они встали-то, блядь, чё они ждут, когда я его спасу? А, это того чувака с пистолетом ждали, который сейчас через стену был, просвечивался немножко. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Наверху, а не наверху, сто процентов. Блядь, негр грусти услышал. Да хуй он выстрелит, он слишком грустный. Хуёвая группа, руки вверх. Лейтенант, по переулку бегут мужчины и женщины. Бегут. Чё, это похоже на бег, придурки. Быстро все вниз, они в переулке, за ними. О, нам в метро надо. Метро. А тебя пустят, а ты ж в пачкающей одежде. Блядь, надо рашнуть. К метрополитену выхода нет. Неудобно просто пиздец. А пробка стоит, а полицейского кто-то чуть не сбил. Я вообще не понял, что это было. Фу, блядь, я думал, пизда не успеваю. Но они, видишь, сука, перед дверью ещё потупились, постояли. Ой, сейчас у него опять, блядь, социофобия начнётся, вот этот долбоёба. Он уже, сука, нездоров нахрен на эту тему. Ебать-то, инвалид, Ильдин. Мне ж срок дадут, придурок, блядь. Ильдин, она не близко. Очкарик, помоги, очкарик. Нет. Чего они показывают? Там кто-то через текстуру прошёл. Смотри, как мы пробки создаём в этом метро. Блядь. О, кто-то оплатил за нас проход. Как это мило. Где бабушка, которая смотрит, чтобы не прыгали? Чёрт подери, ты вообще смотришь, куда прёшь? Держи его! Час пик, блядь, ходить надо вниз. А ну не с места! Эскалатор, стой на месте. Да? На какую нам станцию-то? Ну же, придумай что-нибудь. Пути. Надо перебраться через пути. Куда ебать? Ну это охуеть вообще незаметно. Ультра беспалевно. Боже! По-моему, они бы сразу увидели. Да-да-да-да-да-да. Монтаж. Давай в любой запрыгнем. Запрыгнем в этот, который только пришёл. Нет. Как она сходу поняла, что Итану можно верить, сходу что-то за ним, блядь. Я думаю, что она, она, она маньячка по-любасу. Ей, у неё там галюны какие-то, что за ней, блядь, по дому охотятся. У неё бессонница. Не, она к Итану сразу к этому приклеилась. Как бы. А он что-то на секс-символ, от них воин похож. Полиция заявила, что установлена личность так называемого мастера Оригами. Итан Марс, отец похищенного Шона Марса, ушёл от ареста. Он вооружён и очень опасен. Полиция идёт по его следу. И мы надеемся вскоре сообщить вам подробные приметы этого преступника. В каком-то фильме что-то такое было, по-моему, нет? Я принесла еды. Не знала, что ты любишь, купила всего понемножку. Надеюсь, пойдёт. Зачем ты помогаешь мне, Мэдисон? Вот хороший вопрос, Мэдисон. Ты чё, шкура, блядь? Ты думаешь, я не догадался ни о чём? Не знаю, просто мне показалось, что я обязана это сделать. Её, это охуенное объяснение, блядь. Тебя показывают по всем каналам это. За тобой охотится вся полиция. Похищают только мальчиков. Она им, наверное, обещает сиськи показать. Как бы, они идут за ней. Ты убийца, Ида? Признаться. Честно признаться, да. У меня бывают провалы в памяти. Когда я не помню, где был и что делал. Как будто был другим человеком. После таких провалов я помню. Только трупы. Чьи трупы-то, блядь, детей, что ли? Лежащие в воде. Заебись. Что произошло, Идан? Зачем ты пошёл в тот дом? Быть может, моё альтер-эго испытывает меня. Мою любовь к Шону. Оно хочет знать, на что я готов, чтобы спасти сына. То есть, в моём подсознании скрыт ответ, где спрятан Шон. Но единственный способ вспомнить, пройти эти испытания. Почему ты не расскажешь полиции? А кто в такую хуйню поверит, блядь? Что я жизофреник, который топит детей и который похитил собственного сына? Меня упекут в тюрьму. И тогда мне не спасти Шона. У меня нет выбора. Мой сын может погибнуть. Когда найду Шона, я сам сдамся властям. Но не раньше. А, ну то есть... То есть, это он. Там не может продолжаться. Альтер-эго, бла-бла-бла. Ты же убиваешь себя, Идан? Жизнь Шона самое важное для меня сейчас. Должен быть другой выход. Ты не понимаешь. У меня нет времени. Шону осталось несколько часов. Нет другого выхода. Что-то я и ее, и его подозреваю, блядь. Я вообще что-то подозрительный. Прошу, Мэдисон. Уходи. Забудь все, что ты видела. Ты ничем не можешь мне помочь. Если хочешь помочь мне, уходи. Дай мне разобраться самому. Ты прогнал единственного, кто был на твоей стороне. Я понял. Он хочет ее проверить. Если это действительно она, то в следующем задании он будет себе яйца отрезать. Тупой пилой, блядь. Тупой такой же, как он сам. Так, зачем-то можно на улицу выглянуть. Давай-ка сделаем это. Может, она не ушла. Вообще, у Мэдисона, блядь, в полицию не позвонит и не скажет, что это долбоеб, который, походу, блядь, детей похищал. Потому что Мэдисон, блядь, и есть похитительница. Я думаю. А вот и акула. Наконец, самая интересная оригамина. Че там? Готовы ли вы убить человека ради спасения сына? Брэд Сильвер, Блэк Сильвер, 6784, Лонг Роун, так-так-так, Элексингтон. Убейте его, пришлите фото, получите награду. Ебать мой, хуй, трижды. Вот это да, блядь. Вот это квесты. И че, блядь, реально убивать его? На мне и так, блядь, дети висят еще какого-то. Может, это бомж какой-нибудь. Узнаем, походу, в следующей серии. Это где он там зависает? Ой, я испортил твою шикарную мелодию? Ну, прости. Пиздец. Пианиста, я от бога смотрю. Ваша водка, сэр. Спасибо. Че ты, нахуй, ты мне этот бокальчик дал? Вы уж извините, что-то вид у вас грустный. Ты стопку должен принести, а не вот эту херню. Блейк считает Итана Марса убийцей. А вы? А ты кто такой вообще? Мне казалось, против него есть улики. Ходишь, что-то вынюхиваешь, кто-то. Но это нелогично. Не совпадает ни психологический портрет, ни область действия убийцы. Ну, а я не мог ошибиться, я аж, блядь, охуенный. Следующий отец, стопивший восьмерых и укравший собственного сына. Марс не мастер оригами. Ручаюсь жизнью. Тогда кто? Не имею ни малейшего понятия. Пересмотрите все имеющиеся зацепки. Да, именно этим я и займюсь. Это че, мой дворецкий? Альфред, блядь? Ты Альфред, что ли? Иди, бэтмобиль мой, наполируй. Лучше все-таки не злоупотребляйте сами, знаете чем. Это опасно. Очень опасно. А знаешь, че еще опасно? Много пиздеть. Пожалуй, это самое опасное в этой жизни. Еще труднее и труднее. Чувак, я тебя загоню, блядь. Я тебя предупредил. Иди отсюда. Не мешай мне играть лунную сонату. Или че это было. Какая-то в жопу лунная соната. Это, блядь, уныние какое-то сыграло, блядь. Даже не собачий вальс. Хуйню какую-то надринькал. Понятно, он долбит наркоту, блядь. И в своих виртуальных очках путешествует по Марсу. Заебись, че еще надо? Ой, ну это, блядь, долгая миссия. Сейчас начинается опять что-то, блядь, сравнивать, смотреть. Короче, в следующей серии. Как же, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Субтитры сделал DimaTorzok